Борьба с употреблением и вовлечением в употребление запрещенных веществ – основная цель участников антинаркотической комиссии, которую провела глава города Елена Лапушкина. Представители городских департаментов доложили о результатах работы по профилактике незаконного употребления наркотических и психотропных веществ на территории Самары. О состоянии работы по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, в том числе итогах проведения в 2021-2022 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных учреждениях и об организации мотивационной работы в образовательных учреждениях с обучающимися и родителями, либо законными представителями по прохождению социально-психологического тестирования. Социально-психологическое тестирование проводится в соответствии с законом об образовании и распоряжением Министерства образования области с целью психодиагностического обследования, которое позволяет выявить факторы риска возможного вовлечения школьников в зависимое поведение. Задача школы – обеспечить максимальный охват тестирования детей и объяснить родителям важность и необходимость этой процедуры, а также рассказать об индивидуальном подходе к обработке результатов. Руководители образовательных учреждений, где были отказы от прохождения тестирования, также получили рекомендации проводить работу с родителями, то есть основная задача здесь классных руководителей – проводить беседы с родителями своих обучающихся, приглашать на родительские собрания, общение с педагогами, психологами школьными, ну и также освещение данных вопросов на педсоветах, методических объединениях. На базе летних оздоровительных центров и в пришкольных лагерях проводится профилактическая работа, направленная на популяризацию спорта и здорового образа жизни. В 2022 году на территории Самары запланировано более 300 спортивных соревнований по 50 видам спорта с привлечением почти 100 тысяч участников. Летом планируется провести кросс-кантри-веломарафон, девиз которого «Наркотикам нет, выбирай велосипед» и спортивные праздники под девизом «Спорту да, наркотикам нет». В первую очередь формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и негативного отношения к потреблению наркотических и психиатурных веществ. И одним из главных направлений на эту работу, конечно же, является организация официальных спортивных мероприятий, физкультурно-массовых мероприятий, проведение профилактической работы в наших подъемственных учреждениях. Чтобы привлечь к занятию спортом несовершеннолетних, планируется реализация проекта «Стань чемпионом», который предусматривает проведение бесплатного тестирования детей для выявления их предрасположенности к определенному виду спорта. С целью профилактики употребления наркотических веществ в социальных сетях и СМИ регулярно ведется пропаганда здорового образа жизни. Для детей и молодежи проводится оказание бесплатной социальной и психологической помощи специалистами, которые работают в Самарском доме молодежи. Максим Магомедов, Константин Головин, События.